Курсы повышения квалификации Суммарно 144 часа за 5-летний период И самостоятельно заработали определенное количество кредитов, баллов, учебных часов За свою активность, участие в конференциях, в семинарах, вебинарах Цикл вебинаров для врачей первичного звена Это уникальный проект Ассоциации Сирано И Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Это возможность для врача продолжать свое обучение в рамках проекта непрерывного медицинского образования Не отрываясь от экрана домашнего компьютера во внерабочее время Циклы вебинаров выстроены по 9 темам, которые идут как уроки в одно и то же время по выходным дням В 16.00 начинается курс «Донтальная имплантация» Читают доценты Пензенского медицинского университета Александр и Дмитрий Стаматовый В 16.30 начинается курс «Дифференциальный диагноз» Его читают доцент Этери Борисовна Мумладзе, профессор Андрей Леонидович Заплатников В 17.00 начинается курс «Актуальные вопросы лор-органов» Его читают профессора Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Помогает выстроить вектор профессионального развития на ближайший пятилетний период В 17.30 начинается курс «Актуальные вопросы на неонатологии» Его читают профессора-неонатологи Наталья Ивановна Ахмина, Николай Павлович Шабалов и Андрей Леонидович Заплатников В 18.00 будет начинаться курс «Современный врач» Его прочтут член-корреспондент, профессор Дмитрий Алексеевич Сычев Профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Виктор Викторович Макаров В 18.30 будет начинаться интереснейший курс неврологии для педиатров Его читают профессора Валерий Петрович Зыков и Андрей Леонидович Заплатников И сотрудники кафедры детской неврологии Образовательные мероприятия реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей академии Подобная связка обеспечивает получение современных знаний, умений и компетенций В соответствии с профессиональными стандартами В 19.00 курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии» Читает профессор Ольга Дмитриевна Остроумова и сотрудники кафедры полиморбидной патологии В 19.30 пройдет курс «Избранные вопросы хирургии для педиатров» Читают профессор Ольга Витальевна Карасева и сотрудники НИИ травматологии детской хирургии В 20.00 начнется курс «Диалоги с профессором Ириной Николаевной Захаровой» Заведующей кафедрой педиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии И начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена И если ваш нос любознателен, то мы приглашаем вас на вебинары выходного дня по интересующим вас специальностям Регистрация доступна на сайте www.edodifissirano.ru Уважаемые коллеги, добрый день Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Это наиболее опытное и уникальное учреждение дополнительного профессионального образования Мы реализуем программы в области повышения квалификации с 1930 года В настоящее время дополнительное профессиональное образование врача Преобразуется в так называемое непрерывное медицинское образование Эта непрерывность вполне естественна для врача Так как согласуется с его естественной потребностью повышать свою квалификацию И приобретать новые знания, умения и компетенции Непрерывное медицинское образование представлено двумя частями Это образовательные программы, которые реализуются в нашей академии, нашими кафедрами И образовательные мероприятия, которые реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей академии Ассоциация «Серано» приглашает вас совершенствоваться в профессии И начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена Если вы хотите совершенствоваться в профессии Если вам интересно И если ваш нос любознателен То эта программа для вас Здравствуйте, уважаемые друзья Сегодня мы продолжаем нашу беседу с Ольгой Витальевной Красевой Заместителем директора Института неотложной хирургии и травматологии По теме «Острый живот» Добрый день, уважаемые коллеги Ну вот немножко один слайд я решила посвятить все-таки спаечно-кишечной непрохладимости Меньше 1% среди больных, которые хирургически с острым животом Она у нас сейчас составляет Благодаря лапароскопическим операциям Но помнить об этом надо Во-первых, если ребенок был оперирован Помнить надо, что это может быть Нужно помнить о том, что бывают Врожденные спаечные процессы в брюшной полости И ребенок не был оперирован И это может быть не спаечная кишечная непроходимость А непроходимость Заврота Пороки развития И это тоже должен педиатр все время держать в голове Если какая-то нетипичная картина Еще один пирог Пирог для деток младшего возраста Если помнить то, что я показывала вначале Большой-большой круг И там было все красное и острый аппендицит Посмотрите, как интересно Здесь острый аппендицит Занимает у нас только третье место Призеров, но третье На первое место выходит ущемленная грыжа Почетное второе место за неделю Это инвагенация инородные тела Которые, в общем-то, как-то и Инородные тела, особенно у деток Старшего возраста уже не звучат Бывают, но крайне редко А здесь достаточно часто встречаются Ущемленная грыжа У нас тоже будет лекция, посвященная грыжам Но что бы мне хотелось сказать Что всегда, когда у ребенка есть подозрение На ущемленную грыжу Максимально быстро нужно постараться Отправить его в хирургический стационар Поскольку это грозит ущемлением кишки И развитие всяких осложнений Что получается по нашим данным 75% детей, которые поступают с ущемленной грыжи Нам удается Она либо вправляется сама при осмотре Либо при помощи простых и таких Консервативных мероприятий Как согревание ребенка Обезболивание ребенка Удается с ней справиться Что же мы делаем тогда? Отправляем их домой? Нет Эти дети остаются обязательно в больнице И выполняется операция во срочном порядке То есть через 12-24 часа После того, когда посмотрит педиатр их клиники Посмотрит анестезиолог Ни в коем случае их нельзя Отправлять домой И говорит о том, что потом идите в планном порядке В планном порядке Опереваетесь Поскольку это может привести к рецидиву Поставленные методикой тоже я решила показать Потому что на сегодняшний день Липароскопические технологии Они пришли почти во всю неотложную хирургию И очень такой хороший Дети очень хорошо и благополучно переносят Методикой является лигатурное экстраперитоняние гермоэрофии Когда при помощи специальной иглы мы вышиваем внутреннее паховое кольцо То есть это пароскопические ассоциированная операция Это делается без разрезов Послеоперационный период притекает крайне легко Что позволяет выполнять это Либо в условиях стационара одного дня И раньше обычно открытыми методами Также оперировали в стационарах одного дня Но тем не менее Здесь дети легче переносить Либо выписывать девочек на следующий день После операции Придумали китайцы Сейчас существует много модификаций Вот этой методикой С различной модификацией игл Но вот этот ролик практически в реальном времени Все, кольца больше нет И детская грыжа, которая связана с незакрытием коммуникаций фитальных Внутреннее паховое кольцо Она была таким образом устранена Задача педиатра Когда у вас в том участке ребенок с грыжей Действительно, в последние годы В среде нашей установки хирургической Они изменились Кто постарше, наверное, помнит о том Что раньше мы говорили о том Что паховую грыжу нужно оперировать после года И только если она часто ущемляется Мы оперировали на ранжевую грыжу Современное медицинское обеспечение Анестезиологическое хорошее обеспечение Лапароскопическое обеспечение Позволяет благополучно это делать У детей к более маленькому возрасту И поэтому, если сейчас порог диагностирован Ребенок должен быть направлен к хирургу на консультацию Если грыжа не ущемленная Это делается в плавном порядке Но не до года, не до полугода ждать не нужно Если же грыжа ущемленная То максимально быстро Ребенок должен быть направлен к клинику на оборудование А есть какие-то особенности после операции? Да нет никаких особенностей после операции То есть тут как раз тот случай Когда педиатр Когда хирурги полностью решили проблему И педиатр может расслабиться Педиатр может расслабиться Рецидивы бывают Но крайне мало Меньше 1% рецидива В общем-то да Если хирург вылечил То здесь педиатр может И родители педиатра Забыть о том, что это было Обычный небольшой послеоперационный период Ну как мы все-таки говорим Щадящий Через месяц дети могут возвращаться полностью Если эти детки маленькие У них нет занятий спортом Скажем так Но они могут к обычной своей физической нагрузке Но реально дети в этот же день К вечеру этого дня Они уже встают и входят На следующий день у них нет никаких проблем Вот и проскопически ассистированная гернеорофия Она позволяет нам не делать разрез Не работать на тканях И если при открытых грыжесечениях редко Но бывают отеки Которые все-таки немножечко ограничивают Физическую активность ребенка в послеоперационном периоде То здесь этого практически не бывает Все Причинаю студиатору Это очень оптимистично Но здесь нужно вовремя направлять Потому что ущемленные грыжи Будет отдельная лекция И вы увидите всякие страшилки в ней Что может быть с ущемленными грыжами Особенно нужно помнить о девочках Казалось бы, мы всегда о мальчиках больше заботимся С грыжами Особенно с паховыми А вот о девочках тоже нужно помнить Потому что у девочек очень часто в грыжевой мешок попадает яичник И ущемление яичника, в общем-то, здесь приводит к потере органов Если вовремя не попали они куда нужно А время это не такое большое Шесть часов, по сути дела И все, и уже тенденция к тому, что мы не сможем спасти И еще заболевание номер два у нас Народные тела Чаще всего маленькие дети Что обращать внимание У нас будет отдельная лекция, посвященная Отсложненным инородным телам Тем не менее, я несколько клинических наблюдений покажу Агрессивные и неагрессивные Нужно помнить как раз педиатрам о том Что есть агрессивные и неагрессивные Интактные инородные тела Что это такое? Интактные, если не острая Не магнит Не батарейка То есть не будет оказывать никакого повреждающего действия На ткани желудочно-кишечного тракта Бояться мы должны батареек, гелевых шариков Всяких игл Об этом спрашивать всегда, когда есть какое-то подозрение Основным методом лечения у детей младшей возрастной группы Является изофагогастродоноскопия Но это вот такое интересное Остался у меня ролик достаточно давнишний Когда магнит представили к ребенку Компасы он закрутился Эндоскопическое удаление Вот такой цепочки магнитов И мы находимся с вами уже не в желудке, а в кишке То есть нашим эндоскопистам удалось зайти достаточно далеко И поймать эти магниты Связанные в цепочку До того, как они успели пробежать дальше А вот это наблюдение из разряда уже осложненных Когда у нас магниты Вот мы видим эти магниты В правой подвздошной области Нам кажется, что просто два магнита лежат Что они лежат в одной кишке Нет, они лежат в разных кишках Вот таким вот образом Поцелуй И в результате этого поцелуя образуется пролежение Здесь нет еще перитонита в данной ситуации Но уже есть воспаление И вот эти вот злополучные магниты Надо здесь все это вовремя ушивать Поэтому к магнитам относимся очень осторожно Но должна сказать, что сейчас самый пик уже прошел Были игрушки Наше информирование привело к тому Родители стали обращать внимание И сейчас детей с магнитами стало поступать меньше Вот это вот страшилка из ряда магнитов Но вот я решила все-таки ее показать Здесь не удалось так легко, как на предыдущем На предыдущем слайде устранить все Потому что образовался вот такой вот заворот С некрозом кишок Который потребовал уже не лапроскопическая операция То есть все, что темное, это уже кишка Да, да, с резекцией кишки Наложение моностоноза С тяжелым течением послеоперационного периода Потому что сохранялся длительная пара из кишечника Кишка болела Но все закончилось благополучно В этом случае ребеночек выздоровел Будет у нас еще отдельная лекция Где будет показано большее число Вот всяких разных интересных наблюдений И еще в острый живот входит другая патология О которой я начинала говорить в самом начале Я не буду сейчас говорить о ней уже ничего Потому что этим будет посвящена отдельная лекция С одной стороны хочется еще рассказать о том Что при остром животе Очень важен именно врач Педиатр, который посмотрел ребенка А чаще всего ребенок сначала к педиатру приходит Не к хирургу Хирург это все равно второе Как правило второе лицо Хирург, который принял решение Нужно оперировать ребенка или не нужно Нужно госпитализировать ребенка или не нужно Но все-таки современные технологии нам помогают И в первую очередь Это ультразвуковое исследование Это эзофагогастродаденоскопия Всяких сложных ковалоломках есть у нас МРТ и КТ И конечно же малоинвазивная хирургия В виде параскопической хирургии Она в общем-то привела к тому Что результаты лечения достаточно сложных бывают Ситуации Они сейчас на современном этапе неплохие В общем-то об этом я уже сказала О всех возможностях нашей диагностики Которые мы используем И на этом разрешите закончить наш разговор Про острый живот Где мы коснулись такими крупными штрихами Основных заболеваний С которыми приходится нам сталкиваться Ольга Витальевна, большое спасибо Действительно все очень-очень-очень интересно И мы ждем продолжения наших встреч Чтобы раскрыть все эти темы Может быть более подробно Но главная мысль о том Что хирурги и педиатры Должны работать вместе Должны понимать, что делают хирурги И подсказывать наоборот педиатрам Что они должны диагностировать Я думаю, что очень хорошо прозвучало В нашей беседе И надеюсь, что она была очень полезна Для наших врачей Еще раз большое вам спасибо До новых встреч До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok